Красная шапочка Жила-была маленькая милая девочка, и кто бывало не взглянет на неё, всем она нравилась. Но больше всех её любила бабушка и готова была всё ей отдать. Вот подарила она однажды из красного бархата шапочку, и оттого, что шапочка эта была ей очень к лицу и никакой другой она носить не хотела, то прозвали её Красной шапочкой. Вот однажды мать ей говорит — Красная шапочка, вот кусок пирога да бутылка вина, ступай, отнеси это бабушке. Она больная и слабая, пускай поправляется. Выходи из дома пораньше, пока не жарко, да смотри, иди скромно, как полагается, сторону с дороги не сворачивай, а то чего доброго упадёшь и бутылку разобьёшь, тогда бабушке ничего не достанется. А как войдёшь к ней в комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то, чтобы сперва по всем углам туда да сюда заглядывать. — Я уж справлюсь как следует, — ответила матери Красная шапочка и с ней попрощалась. А жила бабушка в самом лесу, полчаса ходьбы от деревни будет. Только вошла Красная шапочка в лес, а навстречу ей волк. А Красная шапочка и не знала, какой это злющий зверь, и вовсе его не испугалась. — Здравствуй, Красная шапочка, — сказал волк. — Спасибо тебе, волк, на добром слове. — Куда это ты, Красная шапочка, собралась так рано? — К бабушке. — А что это у тебя в переднике? — Вино и пирог. Мы его вчера испекли, хотим чем-нибудь порадовать бабушку. Она больная да слабая, пускай поправляется. Красная шапочка, а где живет твоя бабушка? — Да вон там, чуть подальше в лесу, надо еще с четверть часа пройти. Под тремя большими дубами стоит ее домик, а пониже густой орешник. — Ты-то, пожалуй, знаешь, — сказала Красная шапочка. — Славная девочка, — подумал про себя волк, — лакомый был бы для меня кусочек. Повкуснее, пожалуй, чем старуха, — но чтобы схватить обеих, надо дело повести похитрее. И он пошел рядом с Красной шапочкой и говорит. — Красная шапочка, погляди, какие кругом красивые цветы, почему ты не посмотришь вокруг? Ты разве не слышишь, как прекрасно распевают птички? Ты идешь, будто в школу торопишься. А в лесу-то? Как весело время провести! Глянула Красная шапочка и увидела, как пляшут повсюду, пробиваясь сквозь деревья солнечные лучи, и все кругом в прекрасных цветах. И подумала, — хорошо бы принести бабушке свежий букет цветов. Это будет ей, наверное, тоже приятно. Ищу ведь рано, прийти вовремя я успею. И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Взорвет цветок и подумает, а дальше он растет еще покрасивее и к тому побежит. И так уходила она все глубже и глубже в лес, а волк тем временем кинулся примехонько к бабушкиному дому и в дверь постучался. — Кто там? — Это я, Красная шапочка, принесла тебе вино и пирог. Открой мне! — А ты нажми на щеколду! — крикнула бабушка. — Я очень слаба, подняться не в силах! Нажал в окна щеколду, дверь быстро отворилась, и ни слова не говоря, он подошел прямо к бабушкиной постели и проглотил старуху. Затем он надел ее платье, на голову чипец, улегся в постель и задернул полок. А Красная шапочка все цветы собирала, и когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней. Она удивилась, что дверь настиж открыта, а когда вошла в комнату, все показалось ей таким странным, и она подумала. — Ах, боже мой, как мне нынче тут страшно! А ведь я всегда бывала у бабушки с такой охотой! И она крикнула. — Доброе утро! Но ответа не было. Тогда она подошла к постели, раздвинула полок, видит, лежит бабушка, надвинут щипец у нее на самое лицо. И выглядит она так странно, странно. — Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши? — Чтобы лучше тебя слышать. — Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза? — Это чтоб лучше тебя видеть. — Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки? — Чтоб легче тебя схватить. — Ой, бабушка, какой у тебя, однако, страшно большой рот! — Это чтоб легче было тебя проглотить! — только сказал это волк, и как вскочить с постели, и проглотил бедную красную шапочку. Наелся волк и улегся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть. А проходил в ту пору мимо дома охотник и подумал, как, однако, старуха сильно храпит. Надо будет посмотреть, может, ей надо чем помочь. И он вошел к ней в комнату, подходит к постели, глядь, а там волк лежит. — А-а-а, вот ты где, старый греховодник! — сказал он. — Я уж давненько тебя разыскиваю. И он хотел было уже нацелиться в него из ружья, да подумал, что волк, может быть, съел бабушку, а ее можно еще спасти. Он не стал стрелять, а взял ножницы и начал вспарывать брюхо спящему волку. Сделал он несколько надрезов, видит, просвечивает красная шапочка. Надрезал еще, и выскочила оттуда девочка, и закричала — Ах, как я испугалась, как было у волка в брюхе, темно-темно! Выбралась потом оттуда и старая бабушка, жива-живехонька, еле могла отдышаться, а красная шапочка притащила поскорее больших камней, и набили они им брюхо волку. Тут проснулся он, хотел было убежать, но камни были такие тяжелые, что он тотчас упал. Тут ему и конец настал. И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой. Бабушка скушала пирог, выпила вина, что принесла ей красная шапочка, и начала поправляться до сил набираться. А красная шапочка подумала — Уж с этих пор я никогда в жизни не буду сворачивать одна с большой дороги в лесу без материнского позволения. Рассказывают еще, что однажды, когда красная шапочка опять несла бабушке пирог, заговорил с ней другой волк и хотел было увезти ее с большой дороги. Но красная шапочка была теперь поосторожней и пошла своим путем прямо и рассказала бабушке, что встретился ей по дороге волк и сказал здравствуй, и так злобно посмотрел на нее своими глазами, что случись это не на проезжей дороге, он съел бы ее. — Так вот что, — сказала бабушка красной шапочке, — давай-ка запрем двери, чтобы не мог он сюда войти. А тут вскоре и волк постучался и говорит, — Бабушка, отопри мне, я красная шапочка, пирог тебе принесла. А они молчат, дверь не открывают. Тогда обошел Серый, крадучись вокруг дома несколько раз, прыгнул потом на крышу и стал дожидаться, пока красная шапочка станет вечером возвращаться домой. Он хотел пробраться за ней следом и съесть ее в темноте. Но бабушка догадалась, что задумал волк, а стояла у них перед домом большое каменное корыто. Вот бабушка и говорит внучке, — Красная шапочка, возьми ведро я вчера варила в нем колбасу и вылей воду в корыто. Красная шапочка стала носить воду, пока большое-пребольшое корыто наполнилось все доверху. И почуял волк запах колбасы, повел носом, глянул вниз и наконец так вытянул шею, что не мог удержаться, и покатился с крыши и свалился вниз, да прямо в большое корыто. В нем и утонул он. А Красная шапочка счастливо домой воротилась, и никто уже с той поры ее больше не обижал. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok